День Города С 1 января 2019 года в силу вступила так называемая мусорная реформа. Теперь за вывоз, обработку, отбор твердых бытовых отходов отвечать будет один оператор. Полностью перейти на новую систему работы в России планируют к 2030 году. Итогом станет полный отказ от полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов. Как будет функционировать эта система и принесет ли она пользу, узнал Валерий Седов. С 1 января тариф за вывоз мусора появится отдельной строкой в квитанции за ЖКХ. К тому же цифра эта будет немаленькая. Все в рамках федерального закона. Плата за вывоз мусора будет рассчитываться на каждого человека в семье. Нюансы в том, что вступивший в силу закон из коммунальной услуги превращается в жилищную. То есть тариф устанавливают собственники и управляющие компании. В региональном отделении управления федеральной антимонопольной службы рассказали, что согласно федеральному закону сбором, перевозкой и сдачей твердых бытовых отходов может заниматься как один, так и несколько операторов. Это решение принимает каждый регион самостоятельно. В Рязани выбор пал на одну компанию, которую определили по конкурсу. Действующее законодательство предусматривает, что жизненный цикл мусора начинается от того момента, когда идет сбор, а потом утилизация, захоронение. Там очень много стадий. Вот эти все операции могут выполнять иные хозяйствующие субъекты, не только региональный оператор. Я полагаю, что такая схема будет применена и на территории Рязанской области. То есть на самом деле во всей этой цепочке будет участвовать не один региональный оператор, реально оказывать услуги, а достаточно большое количество хозяйствующих субъектов. Транспортировкой твердых бытовых отходов в Рязани будет заниматься компания ООО «Экопронск». Правда, это вторая организация, которая конкурс выиграла. С первой компанией ООО «Экосервис» сотрудники регионального УФАС нашли нарушение. В настоящий момент соглашение с компанией еще не подписано, поэтому за январь рязанцы заплатят за вывоз мусора по старому тарифу. Уже после подписания будет предоставлен экономически обоснованный тариф, который должна будет утвердить энергетическая комиссия. Новая реформа появилась практически незаметно и теперь людям просто предлагают с этим жить. Никого к изменениям так и не подготовили, а о нововведениях в этой сфере говорилось уже давно. Так, активисты города предлагали свою альтернативу по сбору мусора, которая к тому же будет системой поощрения. Если предложить людям, что часть суммы, часть затрат на вывоз мусора того же самого будет компенсироваться тем, что они принесут в определенные пункты раздельный мусор, это тоже поддержка населения социальная. Подобную идею уже высказал заместитель главы Минстроя Андрей Чибис. Суть ее заключается в том, что можно платить за вывоз твердых бытовых отходов куда меньше, если люди начнут разделять мусор. Правда, чтобы скидку получить, такое решение должен принять весь дом. Но при этом платеж могут сократить чуть ли не в два раза. Как будет работать новая реформа в стране и конкретно в городе неизвестно. В прошлом месяце Рязань уже столкнулась с мусорным коллапсом. Во многих дворах его не вывозили по несколько дней. А ситуация эта происходила, когда операторов, отвечающих за транспортировку мусора, было в городе несколько. Теперь все это ляжет на плечи одного. В региональном отделении УФАС пояснили, что согласно новому закону, при появлении подобной ситуации оператор будет выносить постановление местной управляющей компании, которая должна убрать свалку в течение 30 дней. Если этого не произойдет, то оператор выпишет штраф и займется этой проблемой сам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Сергей Данилен. Телекомпания. Город. Дома в Рязани украшены зимними атрибутами. Нависшие над тротуарами метровые сосульки вызывают опасения у горожан. Особенно это актуально в свете повышения дневных температур. Первая оттепель не предвещает ничего хорошего. Есть люди, которые хотят и могут решить проблему с помощью технологий. Но их никто не слышит. Подробности далее. Куда ни посмотри, картина одна и та же. Весь город будто в зимней спячке. С крыш свисают метровые сосульки. А там, где их нет, глыбы снега. Угрожают свалиться прямо на головы прохожих. Почему город не убирают и не приводят в порядок крыши? В сюжетах телекомпании «Город» мы не раз поднимали этот вопрос. Пока результата не последовало. Наблюдая за этим из года в год, бывший научный сотрудник НИИ ГРП Виктор Беляев разработал и запатентовал устройство для устранения сосулек и наледи с крыш. Он говорит, что многоквартирный дом можно сравнить с огромным нагревательным прибором. Он и нагревает проходящий через него воздух. Тот, в свою очередь, через вентиляционные трубы уходит в атмосферу. Суть предложения в том, чтобы направить этот тепловой поток под крышу. Мощность этого теплового потока порядка нескольких сот киловатт. Кроме того, там и в доме имеются водонагреватели, газовые плиты, которые тоже дают еще больше тепла. По словам Виктора, эта система вполне рабочая. Но для ее функционирования необходимо использовать специальную установку. Стоит она примерно как обычный пылесос. А энергопотребление небольшое, не превышает 5-6 ватт. Создал эту систему Виктор несколько лет назад и сразу оповестил об этом региональной власти. Докладывал министру ЖКХ, да, как он называется. Он знает про это. Это еще было, ну, года два назад. Вот, все известно властям про это дело. За несколько лет разработка Виктора заинтересовала только журналистов. Власти никак не отреагировали. Более того, существует специальная мастика, благодаря которой сосульки на крышах не появляются вовсе. И в некоторых регионах ее успешно используют. Большинство же рязанских управляющих компаний заявили, что ее использование выходит в копеечку. Но никто не посчитал, сколько стоят услуги промышленных альпинистов. Хотя, если совсем не убирать, выйдет бесплатно. Вот только горожане крайне возмущены данным положением вещей. Почему же у нас в связи с такой снежной зимой, это ничего не чистится, не принимаются никаких совершенно мер. Была ситуация, буквально падал снег, так как подтаивало, выходил мужчина, буквально только спустился с крыльца, и сзади него упала снежная глыба. Дом номер 3 по улице Свобода находится прямо перед рынком в торговом городке. Здесь расположены магазины, и при этом, чтобы купить самые необходимые товары, в буквальном смысле люди рискуют жизнью. Такая же картина на улице Затиной, да и на множестве других домов города. Наталья уже обращалась в самые разные инстанции. Управляющей компанией этого дома является стандарт качества. Куда мы неоднократно обращались, они отказываются сбивать и сосульки, и эти снежные глыбы. Отвечают, что жильцы дома их не пускают на крышу. Писали на сайт администрации города. Ответа нет. Ни одно письмо отправляли в жилищную инспекцию города Рязани. Тоже никакой реакции, никакого движения нет. Пока выход только один. Специалисты советуют не ходить под крышами для того, чтобы избежать трагедии. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Из выпуска в выпуск мы рассказываем о нечищенных дорогах и парковках. С каждым днем снега становится все больше. Но мелод такие сугробы, что в некоторых местах просто невозможно перейти дорогу. Нерасчищенный пешеходный переход находится на площади Попова. Люди предпочитают идти не по нему, а перебегать дорогу рядом в нескольких метрах. Они считают так безопасней. На месте побывала наша съемочная группа. Если без палки пойдешь, значит все не пройдешь. Упадешь не станешь. Узкая снежная дорожка тянется вдоль домов номер 1, 3 и 5 на улице Лермонтова. Она ведет к пешеходному переходу. Однако пользуются им нечасто. За время съемки большая часть людей нарушала. Перебегали дорогу рядом в нескольких метрах от размеченной зоны. Посмотреть, как хорошо пройти. Сейчас там съедешь и под колеса. Тут ходим более-менее. Нормальные герои всегда идут в обход. Поэтому такая данность, такие дороги. Есть выбор? Нету. По ним приходится ходить, если получается. Но не у всех. Стариков много в этом районе. И, конечно, очень-очень трудно. Спуск к проезжей части действительно достаточно крутой. Нога в любой момент может соскользнуть. Рыхлый снег лишь усиливает опасность. Местные жители утверждают, что чистят дорогу очень плохо. Татьяна Ивановна не может вспомнить, когда же было лучше, хотя живет здесь почти 50 лет. Угрозу отмечают и случайные прохожие. Не чищено. И, соответственно, опасно ходить, сосульки висят очень. Чтобы попасть на пешеходный переход, нужно пройти очень близко к краю дома номер 3. Сосульки появились здесь недавно, но уже достигли внушительных размеров. Прошлую партию коммунальщики сбили около недели назад. Внушительные глыбы льда до сих пор валяются по краям дорожки. Пошибали снег. И вот эти глыбы, они вот здесь вот лежали. Вообще невозможно к пешеходному переходу перейти. Так что, конечно, неудобно. Сейчас вот глыбы убрали, вот они. А вначале вот все было на дороге, несколько дней лежало. К сожалению, ситуация не уникальна для города. В социальных сетях все чаще появляются фотографии со снежными завалами. Люди даже предложили запустить флешмоб и призывают делать селфи на неубранных улицах Рязани, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В минувшие новогодние каникулы лесопарк стал центром отдыха для горожан. Если раньше люди проводили праздники в торговых центрах, то сейчас появилась альтернатива – хороший и уютный парк. Правда, такой досуговый проект можно смело назвать пилотным, а это значит, что ошибок не удалось избежать. О плюсах и минусах лесопарка в нашем следующем сюжете. Чтобы добраться до лесопарка, нужно пройти около 500 метров от ближайшей остановки, перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пересечь парковку, лавируя между машин, и вы, наконец, внутри. Путь, правда, длинный получается и извилистый. Это один из первых минусов, которые выделил архитектор Илья Стюхин. Второй – это сам ход. Задача входной группы в парке – это показать этот парк и пригласить людей туда войти. Та конструкция, которую мы видим сзади, она больше напоминает забор. Типологически это такая конструкция, когда говорят, нет, сюда не надо, это моя территория, если я хочу, я ее закрою, и тут появятся ворот. Около входной группы, или, проще говоря, ворот в лесопарк, расположился небольшой арт-объект – это ландыш. Илья Стюхин отмечает, что хоть объект и пришелся по вкусу горожанам, да и выполнен на достойном уровне, он не к месту. Если перенести его в другой сквер или парк, то ничего не изменится. Парковая скульптура не несет в себе местной идентичности. Но стоит только войти внутрь, как можно заметить множество плюсов, начиная от табличек-указателей, которые отсылаются к былинному камню с развилок, до деревянных домов. Очень хорошо, что здесь есть обслуживающие функции, людей очень много, и правильно, что им предлагаются какие-то услуги, там, теплый чай, какие-то напитки, еда. Это очень хорошо. Ну, по дизайну тут как бы есть личные вкусовые пристрастия, их, конечно, хочется опустить. Здорово, что это из дерева. Единственный минус – это то, что это, конечно, типовые конструкции, но понимаешь, что денег ограничено количество, в принципе, в этом ничего плохого нет. Появились две горки, которые полюбились как детям, так и взрослым. Правда, перед тем, как на них прокатиться, нужно прочитать огромную инструкцию по технике безопасности. Да и в дневное время большая горка была закрыта. Видимо, в целях все той же безопасности. В дневное время в лесопарке самая большая горка закрыта. Работает только одна, по которой может скатиться любой желающий. Вот только даже для детей маленькая горка огромна, и получить на ней травму тоже реально, поэтому логики безопасности нет. Вечером лесопарк превращается в сказочное место. Повсюду загорается иллюминация, которая создает ощущение настоящего праздника. Да и по словам посетителей парка, это просто красиво. Илья Стюхин отметил, что в этом есть и небольшой минус – дизайн света. В гирляндах чередуются холодные и теплые оттенки. Но все недочеты меркнут перед главным плюсом – это новогодние ощущения. Главный плюс – это то, что появилась альтернатива. Люди сюда приходят. Здесь достаточно хорошая анимация. То есть здесь снегурчик, Дед Мороз – людям это нравится. Я видел очень много позитивных откликов. Это та часть работы, которая очень удалась. В новогодние каникулы лесопарк стал одним из самых часто посещаемых парков. Люди со всего города хотели сюда приехать и пройтись по улицам новогодней деревни. Архитектор уточнил, что подобный проект для Рязани сродни пилотному. И небольшие недочеты – это нормально. Главное, чтобы на них обратили внимание и не допускали впредь. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». О них вспоминают лишь по праздничным датам. А между тем, памятники героям Великой Отечественной войны разрушаются. Многие из них уже стали бледной купией исходного проекта. На местах боевой славы побывала Галина Кудряшова. Этот мемориальный стенд посвящен героям Великой Отечественной войны. 40 имен, 40 фотографий. Однако увидеть лицо хотя бы на одной из них уже практически невозможно. Вместо мундиров – черные пятна, вместо орденов – белые дыры. Лица выцвели от солнечных лучей. Теперь даже родственники смогут узнать человека на портрете лишь по подписи. А ведь стенд расположен напротив УРТ. И мимо него каждый день проходят сотни людей. Похожая ситуация на Скорбящинском кладбище. Брельеф, украшающий архитектурную группу Вечного огня, осыпается. Ведь он сделан из гипса. Гипс не предназначен для нахождения вне помещения. Фактически за эти 30 лет он настолько разложился от воздействия окружающей среды, что держится за счет краски, которая много лет его красит. Комплекс был открыт в 1985 году, к юбилейной дате 40-летию Победы. Тогда старались просто успеть, поэтому взяли временный материал. Через два года гипсовый брельеф должны были перевести в металл. Однако грянула перестройка. И денег на памятник просто не осталось. Ежегодно брельеф подкрашивают и заделывают дыры. Но делают это люди некомпетентные. Из движений уже исчезли живые линии. Руки превратились в силуэты, а лица в пятна. Фактически то, что сейчас мы видим, мы видим уже такую концепцию. Как это задумывалось. Потому что все эти многочисленные 30-летние утраты, постепенно, постепенно утрачивалась авторская лепка. Осталась она только в небольших фрагментах. И в некоторых фигурах практически полностью утрачена. То есть постепенно мы теряем эту работу. Еще более грустная ситуация произошла с мемориальными досками, которые украшали Рессельмаш, старейший завод Рязани. Одна посвященная Стройкову, который в свое время работал на этом заводе. А вторая как раз рассказывающая о том, что в годы Отечественной войны здесь на заводе выпускались корпуса авиабомб. Две доски висели рядом друг с другом при входе на эту проходную. Старое здание снесли в 2016 году. Нового застройщика попросили сохранить проходную и оставить памятные доски на историческом месте. Однако они бесследно исчезли. Рязанской топографической комиссии найти их не удалось до сих пор. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Шокирующее убийство произошло в Рязани. Женщина в состоянии алкогольного опьянения убила собутыльником, который не разрешил ей пойти на улицу, чтобы там со знакомыми продолжить веселье. Какой срок грозит любительница горячительных напитков в сюжете Дины Сляевой. Женщина жила в одной квартире с бабушкой и дядей. Семья неблагополучная внучка злоупотребляла алкоголем. И ухажера нашла себе такого же. Он ранее был судим, но в отличие от нее, после освобождения из мест лишения свободы, нашел себе работу. Из-за этого часто происходили ссоры. Одна из них и закончилась трагедией. «Выпивали они первоначально все втроем. В данном случае ее дядя, она сама и со своим сожителем. Гулянка перевернулась практически за полночь, уже ближе к полуночи. И она захотела продолжить распивать спиртное. Пойти к знакомым на улице». Сожитель уйти не разрешил. Встал в проеме, заблокировав выход из комнаты. «Я говорю, дай про это, он все равно не пускал. Нож лежал тут. Я вот так схватила, пошла на него, сначала подержала». Нож, которым до этого резали арбуз, и стал орудием убийства. «Удар оказался смертельный. Макушина буквально за несколько минут скончался на месте. Осознав совершенное, женщина первоначально попыталась скрыть следы преступления, замыть нож и сбежала из дома». Такие убийства на бытовой почве не единичны. За 2018 год сотрудниками Московского межрайонного следственного отдела окончено более ста уголовных дел об убийствах, изнасилованиях, тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них коррупционных преступлениях. Все они направлены в суд, по большинству уже вынесены обвинительные приговоры. «В этот праздничный день, день образования Следственного комитета, хочется поздравить с восьмой годовщиной образования всех сотрудников, пожелать им, самое главное, здоровья, успехов в труде, интересных уголовных дел, желания работать, и самое главное, работать творчески». Женщина, зарезавшая сожителя, попыталась уничтожить улики, замыть кровь с ножа и скрылась с места преступления, но ее быстро нашла полиция. Вину в совершенном преступлении она признала, ей предъявили обвинение, дело уже направлено в суд, ей грозит срок до 15 лет лишения свободы. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Если хочешь быть здоровым, закаляйся. Рязанские маржи провели тренировку, посвященную предстоящему празднику крещения. В этом году на Рюминском пруду тоже пройдет праздничная служба. Прорубь уже подготовлена. Центральному спортивному клубу армии слава! В клубе закаливания и зимнего плавания сейчас порядка 50 человек в возрасте от 12 до 70 лет. Тренировки у них начались еще в ноябре. Собираются раз в неделю, чтобы поплавать и пообщаться. Светлана закаливанием занимается уже 4 года. Рассказывает процедуру, действительно помогает. Она стала лучше себя чувствовать. Это образ жизни, это состояние души. Ну просто, некоторые любят сладости, некоторые любят, не знаю, танцевать. Мы любим плаваться, плавать зимой. Просто это состояние души. Здоровье, здоровье человека, здоровье личное, здоровье нации. Здесь собираются люди веселые всех возрастов. Дети, пожилые всех слоев населения. Служащие, руководители. Все пропагандируют своим примером здоровый образ жизни. А вот священник Вячеслав Зотов в клуб пришел, когда почувствовал себя плохо. Решил, пора заняться здоровьем. Благо, церковь этого не запрещает. Не то, что мы готовимся. Это, ну, само собой, это вроде как занятие спортом, да, для укрепления здоровья. Вот, а крещение все-таки это великий праздник церковный. Возможность продемонстрировать свои способности у любителей зимнего плавания будет в марте. В Рязани пройдет первый шестичастовой эстафетный марафонский заплыв. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В продолжение темы. В Рязанском районе будут оборудованы 8 купелей для крещенских купаний. С 18 января будут действовать проруби. В Дядьковском Затоне начало купания в 23 часа. На озере Вилье на окраине села Аликаново время начала купания 22 часа. Озеро Оток на окраине села Выжгород время начала купания 22.30. Река Старица за селом Заокское время начала купания 23.50. Озеро Мариинка в селе Шумыш время начала купания 23.30. Прод базы отдыха Фазонда в село Поляны время начала купания 23 часа. Также будут оборудованы купели на реке Старица за селом Агропустынь. Время начала купания 11 часов. На пруду в деревне Кедровый рожок время начала купания 12 часов. Пока они защищают честь страны, а в скором времени начнут спасать людей. Сборная России по пожарно-спасательному спорту усиленно готовится к предстоящим соревнованиям, которые пройдут в Австрии. Юных спортсменов уже знают, они неоднократно занимали призовые места на чемпионате России и мировых первенствах. Ждать ли победы в этот раз и как проходят тренировки, узнаете прямо сейчас. Это кадры с Олимпиады по пожарно-прикладному спорту, которая проходила в Австрии в 2017 году. Тогда сборная России заняла призовое место, уступив на несколько баллов соперникам. Были и обидные штрафы, каждый из которых стоил команде плюс 10 секунд к финальному результату. И для того, чтобы навыки отточить, проводятся ежедневные тренировки. Это уже кадры с тренировок. Специального манежа, который повторял бы изгибы австрийского стадиона, нет. Поэтому приходится вот так ухищряться. Один большой круг с препятствиями превратили в два небольших. И пока кто-то тренируется, другие убирают или подставляют пройденные элементы этапа. И так работают постоянно, чтобы стать лучшими. Практически каждый день по несколько часов. Кто попал в эту сборную, у них детство кончилось. Нет, здесь детства уже нет. Здесь уже никто не уговаривает, здесь никто, ничего. Если бы вы увидели, когда они эту работу, тут просто идет работа, идет, понимаете, как бы натаскивание немножко. Потому что времени очень мало. А соревнований по этой программе нет в России. И мне приходится за несколько сборов собрать вот этот коллектив. Практически все ребята занимаются не первый год. Многие из них призеры и участники Олимпиад и чемпионатов мира. А еще они школьники, которым приходится совмещать учебу и тренировки. Это очень трудно совмещать, потому что тренировки проходят долго и очень длительно, то есть тяжелые. И домой приезжаешь, и вот просто сил нет, даже просто сидеть не получается. Охота просто прилечь и отдохнуть. Есть в команде девушки. Они тренируются наравне с юношами, а показатели их порой лучше, чем у ребят. Анастасия из Вологды, ей 13 лет. Говорит, что пошла по стопам родителей. Семья у нее спортивная. А трудности не страшат. Я пришла, попробовала, мне очень понравилось. Ну, я знаю, что это мужской спорт, но ничего, девушки тоже должны попробовать. Семья отписалась хорошо, конечно. Иногда бывают там ссоры, что иногда на тренировках там что-то не так. Но они мне гордятся, что я езжу, что я попала в состав сборной страны и что я съездила на чемпионат мира. С такими изматывающими тренировками кажется, что самое простое для ребят – это пройти отбор в команду. Александр Хаткевич присылает приглашение в несколько регионов. В прошлом году из девяти на отбор явилось всего шесть. Отбор был очень жесткий. Очень жесткий. По принципу, значит, бега и по принципу координации движений, соображения, работа головой. Стоит отметить, что многие спортсмены планируют связать свою жизнь с пожарно-спасательной деятельностью. Они уже знают, в какой институт поступят. Ребят поддерживает семья, помогает тренер. Они сборная, которой, кажется, мало кто знает. Но тренируются они на уровне профессиональных спортсменов. Вместе с другими они отстаивают честь страны. Вот только подвиги их малоизвестны. Тренер говорит, что детский спорт надо развивать. На то после каждой победы со всех юных спортсменов с медалями встречает только семья. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. До встречи в эфире телекомпания «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok